Конкурс для мам Миссис Юг проходил в несколько этапов. Претенденток на корону выбирали со всего края, но до финала добрались только 16 из Сочи, Краснодара и Ростова. Два месяца фактически в городе Сочи шли кастинги. Мы отбирали тех, кто может, хочет и умеет. И вот это лучшее. Перед тем, как показать себя во всей красе в финале конкурса, претендентки прошли серьезные испытания. Две с половиной недели в полной изоляции от своих семей они учились, как подать себя окружающим, подобрать образ и, собственно, репетировали выступление. Недели упорных подготовок дали свой результат. Зрители оценили выступление участниц. За кулисами в это время кипит работа. Каждый номер требует подготовки. Да и с нервами тоже надо совладать. Рядом с участницами самые близкие. Дети и те, для кого, несмотря на титул, каждая из них самая-самая мужья. Некоторых участниц отправили на конкурс представители сильного пола. Это мой муж. Он прочитал об этом конкурсе в интернете. И он меня уговорил в нем поучаствовать. Я сначала сопротивлялась, но потом прочитала, что программа конкурса очень насыщенная, очень интересная. Это не просто дефили по сцене, а это две с половиной недели тренингов. Это было очень интересно для меня. Это было замечательное время. Я не жалею, что пошла на этот конкурс. Для того, чтобы стать миссис Юг 2014, претенденткам нужно было постараться эффектно выйти в свадебном платье, станцевать лучше всех и очаровать жюри за пять минут во время приветственной визитки. В числе судей победительница прошлого года. Она-то уж точно знает, какими качествами должна обладать самая красивая мама Юга. Я думаю, что мне будет как раз таки проще, потому что я уже этот конкурс прошла. И я постараюсь выбрать самую достойную женщину, самую ясную, яркую, красивую, женственную. Выбрать лучшую из 16 финалисток было непросто. Конкуренция среди участниц большая, и каждая достойна короны, но рамки конкурса обязывают. Титул победительницы достался Соченке Елене Трудневой. Званием первой вице-миссис наградили Алену Стофееву. Второй вице-миссис стала Валентина Кондратенко. Ей же и достался и приз зрительских симпатий. Обе они также представляют в Сочи. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.